И так без перерыва в сутки напролет. Работы на реке Раздольной не прекращаются уже второй месяц. С этого участка планируется вывести больше 50 тысяч кубометров гравия. Изначально территорию расчистили от ила, приплывших деревьев и мусора. Основные и главные работы идут сейчас. Работы проводятся в рамках расчистки русел рек. Мы приступили к работе в ноябре месяце, но так как было теплое, аномальное, то есть дожди, пока подготавливали здесь бурток, делали дорогу, а вывозку начали 8 дней назад. Пятый год подряд все Приморье и Уссуриск в частности страдает от паводков. Краевые специалисты вынесли вердикт. 52 километра рек требует расчистки от наносов, углубления и русло спрямления. В нашем округе некоторые водоемы уже расчищены, но работа продолжается. На самом деле вот таких вот заторов, наносов, завалов у нас по рекам порядка 20. Вот эти два у нас самые сложные, потому что они мешали проходу воды под мостом. У нас был под угрозой опора моста. Соответственно, комиссионно было принято решение именно вот эти в срочном порядке убрать. 23 КАМАЗа работают без простоев. Срок завершения – вторая половина декабря. Сейчас самое удачное время для таких преобразований. Почва промерзла. Тяжелые экскаваторы и бульдозеры на такой земле устойчивые. Ниже и уровень воды, чем другое время года. Пока работы идут в рамках краевого финансирования. Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время федеральные деньги поступят. Это значит, что сохранятся и краевые деньги, потому что сейчас средства, о которых мы говорим на территории края, а это 222 миллиона рублей, это краевые деньги. Мы рассчитываем, что придет компенсация из федеральных средств. А это значит, что эти 220 миллионов, которые придут, могут быть потрачены и на другие цели, средства, в том числе связанные с продолжением работы по предупреждению негативного воздействия вод. Работы идут в срок и согласно дорожной карте, делает вывод директор департамента природных ресурсов. В Уссурийске также уже расчищены раздольные в районе Утесного, Борисовки и Новонекольска. А еще Раковка в границах города и сел. Кстати, ведется и строгий учет всего пескогравия, который образуется после расчистки.